Впервые на территории Ленинградской области проходит такое масштабное мероприятие, в котором задействовано 19 площадок в каждом регионе Ленинградской области. Я хочу сказать, что целью нашего мероприятия является помощь выпускнику сделать свой правильный выбор, то есть выбор профессии. Очередной раз мы убеждаемся, что мы на нашей территории проводим сытные мероприятия, направленные на обучение, выбор профессии наших выпускников. Сегодня, как мы уже слышали, очередные мероприятия, Единый день про ориентации. Я считаю, что наш техникум, извините, так назовусь по-простому, это достойная образовательная организация. Те люди, которые многие годы назад еще закончили это образовательное учреждение, организацию, многие работают на территории нашего района, Ленинградской области, и здесь получают достойное образование. И я просто позволю себе вспомнить, что на послании нашего президента было четко сказано, что сегодня мы должны готовить именно специалистов в рабочей профессии. Это очень важная сегодня задача. Единый день про ориентации внес свой вклад в копилку правильного жизненного выбора вашего последующего, чтобы, получив ту специальность, которую вы хотите, вы каждый день, приходя на работу, получали бы как моральное, так и материальное удовлетворение. Мы со своей стороны стараемся сделать все возможное, но и невозможное, конечно, тоже стараемся, чтобы заинтересовать ребят и помочь им выбрать ту или иную профессию. Поэтому в этом году, первый год, мы такую практику ввели. Мы с ребятами маленькими, которые еще ходят в детский сад, рассказываем ребятам, о каких профессиях есть у нас в техникуме. Играем с ними в разные игры, показываем, рассказываем, что такое профессия строительства, что такое профессия сварщика, тракториста. Мы с этого года начали работать с работодателями, с Ленэнерго в плане организации летнего отдыха. То есть вы летом, учащаясь у нас в техникуме, проходите летом практику и получаете навыки своей профессии, своей специальности. То есть вы и отдыхаете, и работаете по своей специальности, и вам заводят трудовую книжку, и у вас идет уже трудовой стаж. Какой выбор вы сделаете, такая жизнь у вас есть сложится. Надеюсь, что все будет у вас успешно, и надеюсь, что вы придете к нам в техникум. Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области хотел бы приветствовать участников единого дня профориентации, проводимого под лозунгом «Где родился, там и пригодился». Хотелось бы отметить, что биржей труда Ленинградской области ежегодно проводится достаточно большая работа по профориентации и профессиональному обучению своих клиентов. На сегодняшний день биржа труда открытой работы в современном формате мы не только совершенствуем существующие проекты, но также и разрабатываем новые. Одновременно на 19 площадках сегодня будет принимать участие более 19 тысяч человек. Это позволяет сделать вывод о том, что данное мероприятие является наиболее значимым по профориентации в регионе. То сегодняшний день вы проведете для себя с пользой, а единый день профориентации станет традиционным для жителей нашего региона. Мы все немножко недооцениваем, насколько важна история, особенно в современном мире, связанная с профессиональной ориентацией. Если раньше во многом институтом профессиональной ориентации была такая традиция, семейная традиция, многие из вас еще помнят историю про то, что идеальной карьерой считалось продолжение дела, которым занимались ваши родители. Потомственное изнастие адвокатов, врачей. То сегодня те технологии, те взрывные изменения систем управления, которые мы наблюдаем, каждый раз наблюдает, когда там залезает смартфон и вызывает такси, полностью ломают наше представление о том, как вообще должна выглядеть профессиональная траектория в течение жизни. История про то, что вы один раз в жизни выбираете профессию, и ваш сын или дочь ее продолжает, к сожалению, уходит в прошлое. С высокой долей вероятности каждый из вас, а более того, скромолинский, боюсь, что многие из нас вынуждены будут за свою жизнь еще поменять профессию. Существующая система профессиональной ориентации проблематизируется, она не соответствует требованиям сегодняшнего дня. И нам всем с вами предстоит принять решение, как эта система должна выглядеть в будущем, для того, чтобы эффективно работать. Губернаторам не так давно было принято решение о том, чтобы создаваться центр компетенции в ГАЧ. Вот мы с вами находимся в Сосновом двору, у нас слышали представители всех муниципальных районов Тенинградской области. Этот центр будет работать не на ГАЧинский район. Это будет центр, где модульным образом, то есть с выездом и с проживанием в общежитии, будут учиться студенты колледжей и училищ и техникумов из всей Ленинградской области. В том числе при этом центре профкомпетенции мы с Алексеем Викторовичем, он является большим адекватом этой идеи, планируем создать центр профессиональной ориентации, где будет современное оборудование, где будут современные методики, где будут учиться специалисты, которые будут заниматься профориентацией в других районах области. И куда вы смогут приезжать ребята из любого района, для того, чтобы получить услугу на высшем уровне. Региональный головной центр профориентации в ГАЧине реализовать проект электронных портфолио школьников, который включал бы результаты профориентационной работы на всем периоде обучения. То есть, чтобы у вас был некий электронный паспорт, документ, и независимо от того, где вы прошли эту профориентацию, поменяли вы школу, поменяли вы техникум, поменяли вы университет, эти результаты сохранялись с вами. И, конечно же, спромировать институт наставничества, который будет активно привлекать к интеграции в рабочую жизнь молодежи. Добрый день всем. Замечательность у нас аудитория, замечательная тема. И вот я ребенок плод вот этой пропаганды, в хорошем смысле слова, когда дети выдушевлялись такими идеями. И я тоже выдушевилась, потому что мне очень понравилась эта Олимпиада в 80-м году. Я мне было 7,7 лет, и я подумала, здорово, вот я тоже хочу быть олимпийской чемпионкой. И вы знаете, самое удивительное, что я всем ребятам всегда говорю, что человекам движет мечта. В любом случае, и вот когда тебе очень тяжело, когда, ну не может быть в спорте не тяжело, да и в жизни тоже. И именно мечта, настоящая мечта, она всегда тебя приводит обратно на твой путь, если даже ты немножко оступился. У всех могут быть ошибки, в том числе у меня. Я не скажу, что мой путь был без ошибок. И вот эта мечта всегда опять приводила тебя на тот путь, который ты выбрался со своей мечтой. Я вот всем спортсменам всегда говорю, и всем ребятам говорю, ты должен иметь очень много профессий. Никогда не знаешь, будешь ли ты в политике, будешь ли ты в правительстве. Ты должен быть профессионалом. Возможно, не в одной профессии. Это тогда тебе даст еще большие возможности. Те профессиональные знания, которые давали мне в этих стенах, и та последующая реформа, которая на сегодняшний момент уже произошла, она раскрывает в человеке тот профессиональный талант, который в дальнейшем помогает уже точно понять, что ты хочешь. А на сегодняшний момент я являюсь главой города уже на протяжении шести лет. Мы принимаем очень важные решения, что касается непосредственно нашего города. Профессиональный коллектив, который на сегодняшний момент здесь находится, здесь не находится, здесь живет и отдает вам свои профессиональные качества, которые есть у коллектива. Вы, могу сказать, что точно получите то, что вы захотите. За многими из вас на протяжении всей учебы непосредственно в техникуме, и я тоже занимался с директором техникума, обращал внимание на тех ребят и девушек, которые дают определенные результаты, для того, чтобы можно было сразу вовлечь их в ту трудовую деятельность на сегодняшний момент на территории нашего города, чтобы дать и возможность получать хорошую зарплату, дать возможность развиться, и чтобы мы, со своей стороны, как руководители и города, и предприятия, дали какую-то возможность зацепиться здесь на территории, то есть сделать такую атмосферу комфортную, чтобы хотелось здесь остаться, чтобы не хотелось в суде. Поэтому с нашей стороны максимально возможная поддержка, она будет оказана. Я предлагаю пообщаться сейчас с работодателем. Хотел бы затронуть тему выбора ребятами пути айтишников, так называемых, или участников, или конструкторов, или блогеров на ютубе, либо в пабликах ВКонтакте и так далее. Хотелось бы вам сказать, что данные занятия, они нестабильны, потому что вам в ваши года еще, наверное, не приходит такая мысль в голову, что необходимо задумываться о своем будущем. И думать о вашей пенсии, даже заранее думать о вашей пенсии, потому что это важно и необходимо, так как после вашей работы вам будет необходимо как-то себя обеспечить, либо постараться без просьбы ваших детей и внуков прожить вашу достойную старость. И поэтому данные занятия, они нестабильны в том плане, что вам никаких гарантий никто не предоставит. Я понимаю, что вам меньше и интересно, чем нам. Не знаю даже почему. Вы все смотрите в окно, там голубое небо, солнце светит, какие-то дядечки пришли, вам что-то говорят. Но если 10% того, что мы скажем вам, останется в вашей голове, это будет очень даже нормальное. Значит, Сландовский цементный завод. Мы не только зарабатываем, но и очень много отдаем нашему городу. Если вы будете специалистом, специалистом в своей области, за вами работодатели будут бегать. Не вы за ними, а мы будем бегать за вами. Я уже второй год хожу по школам, не по техникумам. Наверное, скоро уже пойду в детский сад. Электромонтеров нет. Вот они вроде бы здесь есть, а потом их нет. Слесарей нет. Никого нет. Водителей нет. Мы уже берем водителей и начинаем их учить. Я представляю Сландовскую центральную районную больницу. Может быть, конечно, и не совсем, как бы, это техническая специальность, но я могу сказать, что выпускники нашего Сландовского техникума сейчас успешно трудятся в нашей больнице в должности врачей. Избрав сначала одну специальность, потом судьба, наверное, перекинула их в совсем другую профессию. Для получения высшего образования в медицинских университетах мы также выдаем целевые направления, просреживаем наших выпускников и уже на последних курсах обучения даем, так скажем, те возможности, когда они могут специализироваться в узкопрофильном плане. Любой может либо девушку, либо молодой человек поступить в наш университет, где вы можете получить квалификацию юриста, психолога, экономиста. Скажу, что у нас не направление, но у вас точно будет гарантировано, что вы по окончанию Санкт-Петербургского университета прибудете к нам обратно в город и будете служить в нашем подразделении. Обязательно молодым людям необходимо пройти военную службу, что мы предлагаем и какие у нас социальные гарантии. Это стабильная и своевременная зарплата, ежегодный отпуск, бесплатное медицинское обслуживание. Следующим работодателем, представителем организации ООО «Кингисеппо-Ремс-Крусеврис» является Несмеянов Андрей Владимирович. Ребята, родители, хочу отметить, что совершенно недавно узналось, что строительство нашего завода начиналось с Останцевского района. Здесь в 60-х годах было образовано управление, которое и, собственно, начинало строить наш завод. На нашей площадке три предприятия. Это ПГ «Фосфорит», «Кингисеппо-Ремс-Сервис» и «Еврахим-Северзапад». Ну, почему показываю, рассказываю. То есть завод давно известен, производит удобрения. «Еврахим-Северзапад» строит новое производство по аммиаку. И дальше еще будет строительство, это порядка 3000 тонн будет одно производство делать аммиака в сутки. Это целый железнодорожный состав. И дальше еще два таких производства будут, наверное, тоже на 3000 тонн. И потом карбамид будет какой-то тоже большой, мощный. Обязательно себе найдете работу. И зачем я тоже говорю об этом и приехал сюда? Человек, получив профессию аппаратчика, слесареремонтника, станочника, электромонтера, сварщика, строителя. Обращайте внимание, я сейчас об этом говорю. Это то, что есть, практически все есть в вашем техникуме. Вам не надо ехать никуда. Вы дальше можете вырасти вот в таких руководителей, в таких специалистов. Будет движение людей в стране вообще в связи с ростом промышленного производства и техническим прорывом. Оно даст вам возможность двинуться куда-то. Вам не надо будет никуда ехать, в Питер учиться, родителям снимать квартиру, еще что-то. Вы приходите к Александру Михайловичу, получаете профессию. Дальше у кого из вас есть мозг, желание двигаться, он найдет себя дальше. Но профессии, связанные с техникой, с организацией техники, со строительством, они никуда не денутся. Ну, цемент, он тоже будет востребован. Это без разницы. Химическое производство, все в связке на самом деле находится. Техническая специальность даст вам возможность в дальнейшем обеспечить себя, свою семью и свое стабильное, прочное существование. Это то, что мы на сегодняшний день предлагаем нашим работникам, кроме социального пакета, который также у нас идет. Обращаю внимание на то, что в компании очень много уделяется внимания работе с рабочими. Уже три года подряд, как действуют конкурсы профессионального мастерства, вот в настоящее время мы проводим эти конкурсы регулярно. И более того, один из работников нашего предприятия ездил на внутренний наш общероссийский конкурс. Он занял первое место среди сварщиков, получил даже премию около 100 тысяч рублей. Еще хочу обратить внимание на следующее. Есть такое мнение расхожее, что техническая специальность – это мужская прерогатива. К сожалению или к счастью, женщины, имеющие техническую специальность, иногда бывают более востребованы, чем мужчины. Вот этот вот парадокс, но рост промышленности в Ленинградской области, вот здесь вот Сланцевский, Кингисепский район, он создает возможность для таких девушек тоже найти себе работу, имеющую техническую специальность. Я хочу сказать, что второй региональный чемпионат по стандартам вовских, который проходил с 16 по 21 февраля, на базе четырех профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, в нем приняли участие порядка 198 участников. По всем трем компетенциям наши участники завоевали самые высокие места. Было сделано как надо. Единственный из восьми сварщиков. Остальные себе испытания не пошли. У нас скромный молодой человек, я знаю, что он не любит говорить, он помогает руками. Это человек, вернее, один из участников, вернее, единственный из которого выдержало испытания. Когда наша компания узнала, что Андрей занял первое место, вот нам коллеги рассказали эту ситуацию, совершенно как-то у нас так все спонтанно получилось в среду, мы, в общем, удивлены были всей этой ситуацией, с одной стороны, с другой стороны, зная, как идет подготовка, в какой-то мере это был ожидаемый результат. Но все-таки ждали, что какой-то приз будет, но первое место это круто, конечно. Андрей, это небольшой презент, сварочный костюм. Когда мы приехали на второй региональный чемпионат, очень запомнились на открытии слова руководителя Кировским районам. Я думаю, что представители старшего поколения помнят этот фильм «Москва слезам не верит». Когда они сидели на пикнике компаний и завели речь именинники, и он сказал, благодаря тебе, твоим золотым рукам, слесарю шестого разряда написана моя диссертация. То есть они восхваляли рабочего человека, без которого ничего не двигалось и ничего не работало. От тебя лично хочу сказать большое спасибо вам, Андрей Владимирович, вам, Виталий Иванович, за то, что вы помогаете и обеспечиваете необходимым нас материалом, без которого невозможны были бы наши эти высокие результаты. Большое спасибо вам. Выражаю глубокую признательность всем работодателям Сланцевского муниципального района, Кимдисепского района и вообще Ленинградской области, с которыми мы работаем, за то, что предоставляются места практики, во-вторых, за то, что предприятие оказывает нам всестороннюю поддержку. И вот Максим Викторович говорил уже о том, что аудитория, в которой вы находитесь, мебель эта приобретена за счет Сланцевского цементного завода, и не только. Андрей Владимирович здесь присутствует, он нам помогает всяким железом, станок нам дакарный по возможности предоставил. То есть предприятие оказывает нам неценимую поддержку. И подготовить хорошего классного специалиста без поддержки работодателей практически невозможно. И огромное спасибо всем руководителям за то, что откликаются, за то, что помогают по мере сил и возможностей. Благодарственное письмо за поддержку, в частности, ту, которую мы получили в лице руководителей предприятий, сотрудников предприятий, в частности, по оказанию помощи, подготовке наших призеров второго регионального конкурса. Вручается генеральному директору АО «ПИМ-конструкция» Романову Виталию Ивановичу. На имя директора АО «Кингисеприемстроюсервис» Аанева Дмитрия Владимировича письмо я вручаю нашему партнеру. Это наша совместная работа. Спасибо. Спасибо, Александр Михайлович. Является именно представителями того лозунга, который говорит, и звучит так, где родился, там и пригодился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова